Так, Лизочка делает уроки. Лиз, ты знаешь, что я сейчас пойду снимать детей, как они живут по-английски? Тихонечку буду их снимать. Они там играют и не знают о том, что я их буду снимать. Привет, друзья! Привет! Добро пожаловать на наш семейный канал Funny4. Давно мы не снимали видео про школы, и вот мы решили нагнать. Сегодня мы снимем видео о том, какие новости у нас есть в школе у каждого. У Лизы есть какие-то свои новости, у Сони и у Коли. И, конечно же, мы начнем с Лизочки, с первой. Лизочка, что это у тебя в руках? Конфетки. А за что ты их получила? За домашнее задание. Да, Лизочка наконец-то получила домашнее задание. Она целый год училась, практически целый учебный год, не давали им домашних заданий. И вот вдруг начали им давать. Домашние задания довольно-таки простые, да, Соня? Ой, Лиза? Да. За выполнение домашнего задания учительница дала вот такие вот конфеты. То есть это не конфеты, это печенье шоколадное. Врамус и какой-то батончик шоколадный зайчик. Здесь написано, что это Лизины. Вот здесь задание дается на... Ага, вот этот листочек. Это уже второе такое задание дается вот с 1 мая по 12. Но здесь 12 мая это нужно обратно принести, поэтому здесь всего 11 заданий, да, получается? 11 заданий. Они очень легенькие. Я сейчас покажу пример, какие были задания. Так, вот нужно было нарисовать цветочек, да, и написать, что у него, из чего он состоит. И самое главное здесь в этом задании, что вас не заставляют писать точно буквы, да, Лиза, слова? Ага. Как вы слышите, так вы и должны писать. Тренируйтесь. От вас не требуется, чтобы вы правильно писали, от вас требуется, чтобы вы писали так, как вы слышите. Да? Им нужно главное сделать. Не важно, как у тебя получилось. Главное сделать. Главное выполнить. Правильно? Ну, у Лизочки вот, допустим, вот это правильно, да? Да. Руть, корни тоже правильно. Здесь все правильно, да? Ага. Написать. 14 апреля Лиза делала. Дорогая мама. Love you. Because. Because Лизочка вот так написала. И это... От них не требуется правильно. Главное то, что она попытается писать так, как она слышит, как она произносится. А вот дальше что написано? You. Make. Или что это? Мак. Капа. А что это значит? Капкейкс. А, make как капкейкс. Ты меня любишь потому, что я делаю пирожные. И вот, если выполнено задание, то Лиза, эта учительница загинает, ставит звездочку. То, что выполнено. Вот это значок означает, что круто все сделано. Вот тут надо было пять раз написать имя и фамилию. И учительница подчеркнула, где у Лизочки было немного неправильно. Пи надо писать вот так вот. А Лизочка ставит ножкой на линии. И она подписала... Обрати внимание на пи. И улыбочка. Понятно? Так, вот тут то, что Лиза любит. Она опять писала так, как она слышит. Вот слова I like to, она знает, как писать. А вот, допустим, speak, она не знает, как писать точно. Она написала так, как она предполагает. Таким образом, дети потом будут учиться, как правильно. Здесь тоже связочка, все правильно. Так, здесь вот задание решает. Две пчелы сидели, четыре прилетело и уравнение. А вот Лизочка забыла два подписать. Видишь, учительница тебе подписала. Ты нарисовала себя и двух подружек. А в уравнении написала два плюс два равно шесть. А еще двойку ты забыла, а она тебе помогла подписала. И подобные вот такие задания небольшие на каждый день. Вот здесь Лиза написала, я так понимаю, что today. А, сегодня было дождь, ты написала. Да, завтра, надеюсь, будет солнце. Ну, здесь спелл неправильный. А учительница подписала, надеюсь. Так, а это Лиза нарисовала человечка. И вот у него I, она написала вот так. Head написала так. Arms правильно, legs. Ну, короче, тоже своими буквами. Ну, и в конце выполненного задания вот написала письмо Лизе, Лизе учительнице. Она поблагодарила Лизу за то, что Лиза каждый день писала. И что учительница услышала от тебя, Лизочка, много интересных вещей в твоей жизни. Вот она нарисовала еще сердечко и подписалась. Самое интересное, что никакой критики, никаких плохих оценок, никаких строгих замечаний, все очень мягко, все очень тактично, чтобы ребенок не расстроился и не захотел потом что-то в будущем пытаться делать. Еще плюс завыкованную работу. Какие вот две конфетки были в тетрадке, когда вернули. Молодец, Лизочка. А, это такой как бутербродик, да, сэндвич? Да. Ты будешь угощать Соню и Колью? Да. И Никиту. Нужно тогда разделить на четыре части и всех угостить. Нужно пик, пик, вот так и вот так. Давай покажу, какой там внутри. Обычный браунус. Так, зайчик. Вот такой зайчик шоколадный, обычный молочный шоколад. Симпатяна. Лизочка. Так, ну что, переходим к Соне. Рассказывай, что это у тебя в руках и на голове? Эээ, я даже не знаю, как объяснить. Хорошо, это ободок и что это? Микрофон. Микрофон с чем? Эээ, с пузырями. Ну, короче, запускать пузыри мыльные. Мыльный пузырик. Окей. Где ты их взяла? Я их за сервай баки, но в школе покупила. Купила? Да, купила. Что такое сервай бак или как там сказала? Ну, деньги в моем классе. Они только в твоем классе или во всей школе? Ну, только во четвертом классе. В четвертых классах во всех, да? Нет. Именно в твоем? В двух. В двух? Да. Так, мне кажется, что мы уже где-то рассказывали в каком-то видео про это. Их дети зарабатывают сами, я так поняла, да? Да. И как вы их зарабатываете? Ну, у нас есть дела в школе, которые мы должны делать. И если мы их делаем, ну, пять дней, тогда нам платят. А если меньше, то не заплатят? Если меньше, тогда не заплатят. Пять дней нужно какую-то работу выполнять одну и ту же, да? Да. Одну и ту же или разные? Одну. Одну и ту же. Да. Хорошо. И сколько заплатят за пять дней работы? Любой? У разных дел разные. Ну, например, вот что ты делала, чтобы заработать свои деньги? Ну, таскала корзину с… Ланчбоксом? Да. Еще что? Это все. И все? И ты эту работу делала? И сколько тебе за неделю заплатили? Две. Два бакса только, да? Каждую неделю два бакса. А другим по одному, по два. Сколько стоит вот эта твоя мыльные пузыри и микрофон игрушка? Пять. И вот этот бадок тоже пять. Короче, Соня, тебе пришлось хорошенько потрудиться, чтобы заработать вот эти игрушки, да? Ну, да. А вам учительница платит эти деньги? Ну, нет. Другие дети из нового класса. Другие дети? Их назначает учительница или вы выбираете тех детей, которые будут все это делать? Ну, нет. Учительница их назначает, и они работают, чтобы давать, но те деньги только они не себя платят. Это их учительница платит. А, учительница им платит за то, что они следят, как вы работаете и выплачивают вам деньги, да? Да. А они следят, вы как-то у них отмечаете свою работу? Вот ты допустим... Нет, они за нами не смотрят, они просто дают. Дают деньги. А кто смотрит за тем, как вы выполняете свою работу? Ну, ты допустим... Никто. Никто не смотрит. Все на доверии, да? Угу. Я эти деньги ни разу не видел, ты домой их не приносил. Как они выглядят хоть? Ну, это просто островок, там, ну, пальмы... А, на бумажке изображен остров и пальмы, да? Да. Остров и пальмы, и там написано, что это баксы. А, окей. И они все по одному или там есть по пять баков, по десять баков? Нет, только каждый бак один. Ага. И тебе их выдают и в школе их вставляешь? Там же дома я ни разу не видела, правильно? Ну, да. Хорошо. Вот у тебя кучка набралась этих... И ты можешь где-то выбрать себе, купить эти подарки. Как ты себе подарки эти выбираешь? Они у тебя где-то в классе уже лежат или ты их заказываешь по списку? Это просто стоит корзина, ну, просто берешь и платишь. Хорошо. А подарки уже в корзине навалены, да? Ну, да. Ты подходишь, учительнице отдаешь деньги и берешь какие тебе нужны подарки, да? Не учительница, а другим детям опять. А, то есть у вас там все так организовано, что еще дети другие работают на выдаче вот этих подарков, да? Ну, да. Ну, круто, вас уже учат работать и зарабатывать деньги. Ну, да. А почему ты выбрала такой ободок? Потому что там просто бебешные какие-то игрушки. А вот эти нормальные, ты считаешь, да? Да. Там просто плейдо какой-то, соль какая-то ненастоящая. Хорошо. А с ободком с этим ты что будешь делать? Я буду использовать этот ободок как костюм. Переходим к Коле. Коль, показывай листочек свой. Да. Я вижу у тебя матрешка и листочек. Сейчас мы будем разбираться, что это такое. Дорогие семьи, в нашем классе очень много представителей различных культур. Коль, у вас действительно очень много, да, на самом деле, латиноамериканских, азиатских, русскоговорящих. Русскоговорящий только один, да, в твоем классе? А кто еще? Маша и я. А, Маша еще, я про Машу забыла. Короче, у вас в классе очень много детей иммигрантов, или которые эмигрировали сами дети, или их родители, они уже здесь родились. Сейчас в классе то же самое. И все, и каждый ребенок из разной страны почему-то. Потому что Америка здесь, она вся из эмигрантов в школах, и везде уважают различные культуры. И вот здесь попросили детей, чтобы дети принесли что-нибудь, какой-то предмет, написано, что это может быть одежда, еда, флаг, картина и так далее, что представляет твою культуру. Коль, ну и что ты выбрал? Эээ. Матрешку. Эээ. Хорошо. Как ты назовешь матрешку? Что это? Я не знаю. Это игрушка, Коль. Матрешка – это русская игрушка. Ааа. Учительница написала, что мы надеемся услышать много интересного о разных культурах и традициях в нашей комнате. Каждый ребенок что-то принесет, правильно? А если он американец, он что-то американское принесет? Я не знаю. Такого ни разу не было? Я ничего не знаю об этом. То есть, ты такого вас еще ни разу не была, да? Нет. Ну, я так понимаю, что ты принесешь эту матрешку, и когда придет твоя очередь или учительница предложит, допустим, тебе, ты должен показать ее и рассказать, что это русская игрушка, такая, называется матрешка, и что там покажешь в ней, да? Для чего она используется? Так, ну что, дети, вот мы и немножко рассказали опять про нашу школу. На этом мы заканчиваем наше видео. Дорогие друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал! До свидания! Ну и напоследок мы хотели передать привет каналу Kinder Анюта и ее ведущим девочке Анюте. Привет! Привет! Это маленькая девочка, которая снимает веселые челленджи, влоги и очень интересные, забавные видео. Обязательно заходите к ним на канал, подписывайтесь, и смотрите их видео! Субтитры сделал DimaTorzok